Привет, меня зовут Ваня. Я папа. Предлагаю вам Рыбакит Бокс. Уроки рисования для детей. В коробке мелки, краски, кисточки, пластилин и флешка с уроками. Рыбакит папа рисует. Привет, ребят. Привет. Вы на канале Рыбакит и мы сегодня рисуем Gravity Falls. Продолжаем. Это четвертый ролик, который мы посвящаем Америке. Мэйбл. Пацифист, девочка и хорошая сестра. Братик. Рисуем. Рисуем быстро, но не говорим сильно о Gravity Falls. Не забывайте, что вы что-то узнаете из нашей болтовни. Просто Ваня был в Америке. Иван Дурак. Его канал вы можете найти в интернете. Легко найти Иван Дурак и найти, посмотреть, что он там дурного вам сказал. Конечно, дурного. Дурного Иван Дурак сказал что-нибудь хорошее. Он там мало видео снимает. Глаз больше отдал. Так что не бойтесь. А пока он вам расскажет что-то, он хотел сказать. Да, я хотел сказать что-то в прошлом ролике, но потом подумал, подумал. И растянул это на следующий ролик. Да. То, что на самом деле не бывает идеальной страны. У каждой из страны свои плюсы и минусы. То есть у Америки определенные свои минусы, у России свои минусы. Я уже прижился к российским минусам, поэтому вот не хочу я из России уезжать теперь больше. Как бы бесплатно служить целый год, например. Это минус или плюс? Ну, минус. Ты это тебе ничего не даешь. Ну, а почему? Там тебе заработную плату дадут. Не, стоп. Если ты год должен бесплатно служить. Где? В России? Да. А за это плату платят. Тебе зарплату даже платят. В смысле? Не думаешь, что ты бесплатно? Ну, зарплату платят. Ну, про маленькая зарплата. Ну, вот. А если ты продолжаешь служить, то ты можешь уже там, ну, заработать, да. Обеспечить себе учили. Ну, ты же на страну как бы работаешь для страны, как бы, что вот... Да. В Америке там вообще вольно, как бы, призыв парня. Получается, там как бы... Всем хорошо и все вольно идут в армию. Нет, там побольше части мексиканцев идут. Потому что они получают гражданство американское. То есть они... Как бы, грин карты, это называется у них как-то так. Ну, 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 ну. Ну, и в общем, они могут спокойно жить в Америке. Как вот, проживающие Америке. Ну, а ты бы хотел там жить в Америке? Ну, вот я из-за этого и хочу туда в армию. Чтобы там жить. Ага. Ну, так, а ты хочешь там? Кто-то говорит, что ты прижился к России, говоришь, я никуда не хочу уезжать. А тебе говоришь, я хочу ехать. А давай я ехать. Такое, знаешь, как-то двойственное состояние. Да, у меня двулики. Двулики, да, анус у тебя. Янус. В смысле? Ну, расскажи, расскажи, мне интересно, что нет, да, в отдельной стране. Да, это невозможно. Даже в Японии то же самое. А ты думаешь, в Японии вообще думал, что хорошо живут, что ли? Нет, там вообще не выживешь без граждан. Я уж уверен, что вообще ты там не выживешь. Я не уверен, что вообще Япония это страна, там какие-то харакири делают себе. Ну, это харакири в качестве сохранения этого имущества своего. Какого имущества? Кишков, что ли? Кира, харакири, да? Какие? Ну, какое имущество-то? Семье. Тебе уже помик на имущество будет. На семье. Ну, семье, знаешь. На семье все равно. Ну, семье-то уже, знаешь, тебе уже до семьи. Не, раньше это было традицией, как бы, в качестве сохранения имущества. Это традиция. Земельного участка. Мне эта традиция не нравится. Какие традиции в Америке? То есть, если ты хочешь сохранить участок без налога, ты делай себе харакири. Да. То есть, если... Тихо, тихо, сейчас. Ты будешь делать импартию. Это ужас какой. Фань, что ты с тобой узнаешь? Сумасшедший дом. Что я сразу? Это мне Семен сказал. Кто такой Семен? Нет, учебник истории мне сказал. Точнее, Ольга Васильевна. Ну, мне с детства это Ольга Васильевна не нравилась. Ты ей пей. Харакири. Почему она детей... Вы чувствуете, чему наших детей в школе учат? Историю. Да, я бы вообще историю не учил, отменил бы. Не, ну, надо сколько-то хотя бы знать. Так они там все врут. И в американской истории, наверное, все врут. Да, везде врут про историю. Везде, везде. Так что, нафиг мне эту вранье знать. Я и без этого буду знать, если захочу. А лучше вообще не знать просто историю. Все равно уже ее... Ну, как бы, не то, что совсем не знать. Ну, что кусочек хотя бы знать какой-то истории, которая... Надо все знать, но только надо, как бы, фильтровать через свой, как бы, этот... Базар. Да, не надо слушать, что вам говорят там, особенно на уроках истории. Ну, то, что нам втирают, это проверяют все французские, это да. Великие, как они любят говорить, да? Да. Вот мне понрав... А, я еще не добавил плюсов немножечко. Мне вот... Сегодня плюсы, да? В прошлый раз ты говорил минусы. Нет, это здесь нейтральная уже часть была. Я хотел нейтральную, думал, но что-то мне кажется, что нейтральная часть, это, ну... Это бессмысленно. Рассказывай, рассказывай. Знаешь, как бы, понятие пацифизм. Кто... Как это правильно объяснить? Это пацифизм. То есть, это получается человек, идущий к миру, верно? Пацифизм. Ну, как бы, такой добряшка. Не хочу войны, хочу мира. Да, да, да. Ну, вот, там, в общем, есть такая, как бы, что-то типа, ну, я не знаю, как это правильно сказать. Где там? А, акции в Америке. В Америке? Да. Санта-Моника, пляж, где кто-нибудь, может, кто-то играл в GTA V, кто-то уже знает Санта-Монику. Да, там карусель, короче. Карусель, карусель, карусель. Да, американские горки, да. Вот это все. И ты там был? Там каждое воскресенье ставят кресты военные, типа, ну, каждый... Типа в Афганистане, которого умерли, в Ираке, и всякое прочее. Ну, как бы, погибшие солдаты. Кто-то показывает, сколько жертв, ну, как бы, погибает на войне. Это за демократию. Да, потом еще всякие карикатуры интересные рисует. Там вот, был этот, мне понравился на карикатуре, я даже ее сфотографируюсь смог где-то. Сейчас вспомню. Солдат, который идет в бой и говорит «Change», по-моему, перезарядка, если на английском. И назад идет бизнесмен с кучей денег и сигарет, такой, типа, «OverChange». А, ну, то, что перезарядка. Ну, ладно, ну, неважно. Ты имеешь в виду, что вот они там живут, и они даже переживают, что люди умирают, что ли. Как бы, они не хотят, как бы, кровавых. Может, они просто это показывают в качестве того, чтобы не урезать свою, это так, национальность свою американцев. Нет, ну, смотри. Ты считаешь, что американцы не хотят войны, да? Вот именно американцы, не политики Америки. Ну, в принципе, у нас тоже, обычного человека встретишь, он не хочет войны. Да. А потом, оказывается, что… А потом, гляди. Ну, да. Ну, ладно, мы не то, что о политике, там, я хотел бы поднять этот разговор. Я бы хотел, ты что-то говорил, ну, о чем ты хотел, как бы, все это, к чему ты рассказал, что… Ну, есть часть, которой население хочет воевать, там, или пытается свои интересы отстаивать, так. Есть часть, которая говорит, что мы должны быть пацифистами, и, как бы, мир во всем мире, да. Может, они пытаются открыть людям глаза о том, что, как бы… Не надо воевать, да? Какой смысл войны, вообще? В принципе, я думаю, что многие люди уже понимают, какой смысл особого войны, вот, как бы, напрягусь сейчас, чтобы хорошо все видно. Да. Смотри, там, получается, как, они даже пока, они даже рисуют вот эти вот всякие плакаты о том, что сколько было потрачено денег, вбухано в этот, в войну. Буквально 140 миллионов было вбахано во Вторую мировую у них. Ну. То есть, вот эти всякую технику, самолеты и прочую лабуду. Ну и что? То есть, вот куда деньги пропадают, называется. Ну, почему пропадают? Танки на них строятся, самолеты. Ну, да, вот, на оружие больше очень тратится, очень много денег. Полезно, полезно, да. Полезно в плане того, чтобы спасти государство от этого, от беды. От беды, да. Ну, я не знаю, ты такие вопросы поднял, как бы, война или не война? Да, сам я, если честно. Ну, а в Gravity Falls там поднимать такие вопросы? Там были сцены, как бы, такой войны, не Второй мировой войны. Василий. Нет. Ломается, ты нервничать начинаешь, да? Да. Возбуждается, Ваня возбуждается, мы рисуем такую девушку, неожиданную. Нет, я не в этом. Я про, как бы, смысл вообще войны я не понимаю. Ну, войны нету смысла, когда, вот, конкретно, вот, когда ты воюешь, там тебе смысла, кажется, нету. А тем, кто войну устраивает, тем, кажется, отличный смысл там. Как бы, найти кусочек земли отодрать или там еще что-то. Ну, праздный, в разных, разных ситуациях. Да. Ну, я бы, не знаю, мне этот вопрос, как бы, я как раз вот пацифист, он, как бы, он не хочет лезть, мне кажется, вот, типа, я как пацифист, хотя пацифист, я бы, я бы, примерно, не знаю, я бы, я не считаю себя пацифистом, но войну я не одобряю. А я гибрид, я могу и за войну, и против войны. Ну, как-то мы девушку рисуем, про войну рассказывать, давай девушек про американские, да, сравни русских девушек по американскими, давай вот, у меня покрасивше это русская, а твоя вот американская, смотри, ну, ты там был в Америке, и он танцевал такую. А у нашей девушки красивые, смотри, у нее глаза уж, они душой частые, может быть. Какие наши, да, да, душой, а те грязные душой, вот они такие, грязные, нет, как бы, знаешь, есть же понятие, как, внутренняя душа красива, но зато внешне ты, урод, как это было, в Страже Головки 2. Карлик, да, карлик нос. Ну, вот, тоже, пожалуйста, тот же мультик. Ну, ты, наверное, карлик нос, а я, наверное, красавчик. Эй, ладно, ребят, давайте заканчивать, сегодня мы нарисовали четвертый ролик, и наверняка будет еще пятый, может быть, если у вас сил хватит, и что-нибудь расскажут про Америку. А так, спасибо, что смотрели, ставьте лайк, потому что это поможет развитию канала. Девчонки, если вам хочется, подпишитесь, потому что мы что-нибудь обязательно расскажем вам не только для детей, но и для взрослых. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok